Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 7 августа и давайте посмотрим, чем у нас начинается новая торговая неделя. Начнем как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в пятницу во вторую половину торговой сессии мы видели уход ниже минимальной значения четверга, что говорит нам о начале краткосрочного коррекционного движения по данной паре. Поэтому пока если говорить о покупках, то необходимо дождаться завершения данной коррекции. Ближайший уровень, который мы можем отметить на текущий момент, это максимум, который был зафиксирован в пятницу. Уход выше данного уровня вернет нас к покупкам по данной паре. Напомню, что в пятницу также выходили данные по США, данные по количеству вновь созданных рабочих мест, по безработице. Данные вышли позитивны для американского доллара, что ускорило данное коррекционное движение. То же самое практически мы видим по паре британский фунт-американский доллар, но коррекция началась на день раньше. В четверг уже были обновлены минимальные значения среды и фактически за последние две торговые сессии пара британский фунт прошла порядка 250 пунктов на коррекцию. Основная тенденция на текущем момент остается также на укрепление. Поэтому в рамках продолжения покупок по данной паре необходимо также дожидаться завершения коррекционного движения. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить на максимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу. Это отметка 1.3163. Возвращение за этот уровень возвращает нас уже непосредственно к покупкам по данному инструменту. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее коррекционное движение. В пятницу также были обновлены локальные минимумы и на текущий момент коррекция продолжается. Если говорить о продолжении покупок, то здесь необходимо дождаться закрепления выше отметки 79.78. Это максимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу. Пара американский доллар и японская иена также в пятницу обновила максимальное значение четверга. Закрепились выше данного уровня. И на текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о продолжении восходящего краткосрочного тренда по данной паре. Уходят ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Отметка 109.84 вернет нас также к продажам по данному инструменту. По паре американский доллар и канадский доллар, та коррекция, которая началась еще на прошлой неделе, продолжается. Если говорить о возобновлении продаж по данному инструменту, то ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы в четверг. И в пятницу это отметка 1.25.53. Пара евро-фунт продолжает укрепляться. В пятницу были обновлены локальный максимум, доходили до отметки 90.53. Если говорить о краткосрочном нисходящем движении, то здесь нужно как минимум уйти ниже отметки 89.93. Это минимум, который был зафиксирован также в пятницу. На текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к британскому фунту остается в приоритете и по данной паре. Золото продолжает корректироваться. В четверг были обновлены локальный минимум предыдущей торговой сессии. Уходили ниже минимум среды, минимум вторника. И на текущий момент краткосрочная тенденция на ослабление золота остается в приоритете. Если говорить о продолжении покупок, то здесь нужно увидеть как минимум уход выше максимальные значения, которые были зафиксированы в четверг и в пятницу. Это отметка в области 1270 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent. На текущий момент мы видим консолидацию, так как были обновлены локальный максимум и локальный минимум несколько сессий торговых подряд. Как примеру, 3 августа минимальное значение было обновлено уже непосредственно в пятницу. Ну и до этого уже максимальные значения 2 августа были обновлены непосредственно 3. То есть на текущий момент мы видим формирование треугольника. То есть нефть консолидируется на текущий момент. Если говорить о продолжении продаж, то здесь нужно как минимум увидеть уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Это отметка 5168. По данному инструменту нужно быть более аккуратным. И уже на сегодняшнем вебинаре, который пройдет как всегда в 19.30 по понедельникам, мы разберем более детально и данный инструмент. По индексу DAX в рамках краткосрочной тенденции мы видим укрепление. В пятницу также ушли выше максимальных значений четверга. Это отметка 12185. Но среднесрочный уровень в области 12341 пока остается ключевым. Ключевым, если индекс уходит выше данного значения и закрепляется, то уже мы можем говорить о возобновлении покупок уже в рамках среднесрочного тренда. Итак, коллеги, с вами был Исаков Роман. Сегодня начало торговой недели, поэтому всем желаю успешной торговой недели. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под видео. И напоминаю, что сегодня на вебинаре в 19.30 по московскому времени, ссылку вы можете найти на регистрацию под этим видео, мы разберем все инструменты более подробно и я также отвечу на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание и до свидания.